Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим об инфекциях половых органов у мужчин. К инфекциям половых органов непосредственно не относятся такие заболевания, как ВИЧ, гепатит Б и С. Почему? Потому что они поражают весь организм и находятся в крови. К инфекциям половых органов, которые могут поражаться при данных инфекциях относятся, первое, сифилис, другие бактериальные инфекции, такие как хламидия, мекоплазма, уреоплазма. Это вирусные заболевания, такие как, например, вирусы папилломы человека или остроконечные кандиломы, которые они вызывают. Это герпес, вирусная инфекция, чаще всего вызываем половым герпесом и так далее. Это грибковые заболевания, вызываемые грибками рода кандида. Их в настоящее время оценивается в количестве их как 5. Это инфекции, вызываемые простейшими, такие как трихомонады. Обычно, как проявляются инфекции половых органов у мужчин? Ну, это, во-первых, боль, зуд, изжение, которые усиливаются при мочеиспускании, усиливаются при половых контактах. Это появление выделений. Выделения, как правило, могут носить либо слизистый характер, либо гнойный. Иногда это могут быть большие количества гноя, которые пачкают трусы у мужчин и так далее. Это высыпание в области половых органов. Например, при сиферисе, при герпесе формируются язвочки. При грибке кандида формируется покраснение и так далее. Ну и, наконец, это нарушение функций половых органов у мужчин, такие как нарушение потенции, таких как бесплодие. Это уже осложнение самих вот этих вот половых инфекций, которые поражают половые органы. Что делать при подозрении на половую инфекцию? Ну, при подозрении на половую инфекцию у мужчины нужно обратиться в нашу клинику платный КВД к венерологу. Что обычно делает венеролог? Ну, если это сроки ранние, до недели, и если нет никаких симптомов, делается профилактика по случайной половой связи. Это промывание канала, укольчики, таблетки. Об этом подробно сказано в отдельном разделе нашего сайта. В случае, если с момента контакта прошло более 7-10 дней или есть какие-то симптомы, назначаются анализы. Анализы при инфекциях мочеполовых органов у мужчин, это мазочки. Берется одноразовым урогенитарным зондом, мазок на стекло, там смотрится гонорея, трихомониаз. Также тем же зондиком берется мазок в пробирку, там смотрятся ПЦР-анализы или полимеральноцепная реакция на все инфекции половых органов у мужчин. После чего, соответственно, выставляется диагноз и проводится лечение. В нашей клинике платный КВД имеется авторская методика безболезненного забора мазочков у мужчин. Кроме того, вы можете сдать экспресс-мазок на стекло на гонорею трихомонаду в течение 20 минут, получив результат и начав сразу же лечение. При обнаружении в этом и других анализах каких-то половых инфекций у мужчин, венерологи нашей клиники сразу же назначают лечение, что избавляет от многих последствий и осложнений инфекций половых органов у мужчин. Поэтому при подозрении или проявлении любых инфекций в области половых органов, самих половых органов у мужчин, обращайтесь в нашу клинику платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.